Глава 7. Навстречу друг другу. В этой главе вы познакомитесь с еще одним крайне важным этапом нашего исследования воинских искусств и испанского фехтования, которое проводилось на Канарских островах. Мы не торопились, как сказано, служение мусс не терпит суеты. Касается это и науки. Нужно было тщательно разобраться в вопросе. Поэтому данный этап состоял из определенных частей, на каждую из которых потратили достаточно времени, сил и ресурсов. Каждая поездка, встреча и новое знакомство клали свой кирпич в здание исследования. Проведены были две экспедиции на Канарские острова. Первое, что считаю нужным сказать об этом испанском регионе, многие представляют себе Канары неким райским уголком на земле, с прекрасной природой, мягким климатом и милыми канарейками. Ну, рай земной, живи и радуйся. Это совершенно не так. Большая часть островов похожа на выжженную землю. Температура воздуха может кардинально меняться в течение дня. И самое главное, конечно, люди. Они там никуда не спешат. Но у нас в экспедиции каждая минута на счету, что, сами понимаете, не убавляло нам некоторых трудностей. Но люди привыкшие и хорошо подготовленные, мы все регулировали и со всем справились. Встречал нас на Канарских островах маэстро Палмера Рамос, о котором я рассказывала вам ранее, когда речь шла о проекте «Ни шагу назад». Напомню, Палмера – испанец, руководитель древнеиспанской рыцарской школы боевых искусств Ачинеч. С ним мы исследовали францисканско-испанское направление фехтования. Кроме того, сам Палмера приезжал к нам в Одессу. В течение недели проводил мастер-классы и семинары с нашими коллегами и учеными, объясняя и демонстрируя тот самый францисканско-испанский стиль фехтования. С такой тщательностью мы подошли к данному исследованию. На Канарских островах работа наша шла очень плодотворно. Кроме посещения и занятий в школе Ачинеч, нам удалось побывать в различных резиденциях францисканских орденов. Также мы посетили дома великих маэстро фехтования, авторов трактатов «Величие меча» и «Философия оружия». Это Иронима де Каранзе и Луис Пачико де Нарваес, которые в свое время также проживали на Канарских островах. Кроме этого, мы познакомились с родной сестрой Палмера Рамоса. Она, лингвист, помогала нам с переводом книги «Философия оружия» с древнеиспанского языка на русский. Таким образом, в двух экспедициях на Канары мы комплексно познакомились с тем местом, где сохранились традиции испанского фехтования на клинках и на палках. Подробнее расскажу о Федерации испанского фехтования на Канарских островах, в которую входит школа Палмера Рамоса Ачинеч. Сегодня эта федерация официально является самой древней из всех существующих на территории Испании и находится на полном государственном финансировании. С одной стороны, школа является общественной, но с другой стороны, просто-запросто в нее попасть не получится, так как Федерация крайне тщательно подбирает своих союзников и учеников. В некоторой степени школа выполняет функцию государственной политики Испании. И хотя нас пригласил в свою школу сам Палмера Рамос, лишь во время второй поездки на Канарские острова мы были представлены президенту Федерации и членам Президиума. Я бы сказал, что государство создает все возможные условия для развития фехтования на палках и клинках. Все ученики занимаются на специально построенной каридной арене, и эта школа кардинально отличается от всего, что мы видели в современной Сицилии. Следующая веха исследования стала Филиппинская линия воинских искусств. Мы также знакомились с самыми значимыми современными мастерами этого направления, среди которых я бы выделил гуру Джона Ристера из проекта «Ни шагу назад». Мои помощники добывали и переводили различные документы и книги. Одна из них – «Взмах Крис. История Морро» Вика Херли, 1997 года. «Благодаря этому источнику мы много узнали о местном оружии, о пиратах Морро и многих событиях, связанных с завоевательной политикой средневековой Испании». Вот некоторые фрагменты из этой книги для примера. Цитата. «Внимание испанцев было разделено в этот период на две части – между новыми землями Филиппин и мексиканскими завоеваниями Кортеса. 25 апреля 1521 года был знаменательный день в испанской истории. В тот день две испанские стороны вели выдающуюся войну на двух противоположных сторонах земного шара. Последняя экспедиция, проведенная во время правления короля Карла V под командованием Рюи Лопеса де Вилла Лобуса. Они отплыли из Навида, Мексика, в первый день ноября 1542 года. И через несколько месяцев многие заболели розовой болезнью – авитаминозом. Корабль остановился у негостеприимного острова Сарангани, у южной стороны Минданао. Экспедиция высадилась на Сарангани, где ожесточенная борьба с морро привела к гибели многих испанцев». Конец цитаты. Новая цитата. «Высадка была осуществлена, и испанцы вошли в джунгли с клинками Толеда. Вместо того, чтобы найти запасы еды, они встретились со смертью. В узкой долине у реки их остановили десятки морро, после чего с большим трудом Делла Торре привел назад некоторых раненых людей к ожидающему их кораблю. Им больше повезло на острове группы Малуков. Там голодающих испанцев накормили едой, и экспедиция успешно направилась в море. Однако ни одна из этих ранних экспедиций не смогла создать колонию на Новой Земле. Завоевание Филиппин было отложено на более чем 20 лет». Конец цитаты. «В течение полутора лет мы брали интервью у мастеров по филиппинским воинским искусствам и параллельно вели работу с Джоном Ристером. Так мы исследовали филиппинское направление, крайне необходимое, ведь оно было тесно связано с историей испанского фехтования как раз в период его формирования. Должен отметить, что во все время нашего исследования мы не писали научных статей и книг на эту тему, потому что не были до конца уверены в качестве того материала, который у нас был. Только по окончании проектов по воинским искусствам, работы со всеми мастерами и переводами исчерпывающего числа интересующих нас трактатов, мы могли считать нашу работу оконченной. Только тогда я был уверен в полном объеме информации и знаний, чтобы давать уже свои комментарии на книги и документы, проводить собственные семинары по различным направлениям фехтования и выпускать печатные материалы этой темы. Конечно, впереди нас ожидало еще долгое исследование, но уже имелся прочный каркас знаний, на который мы могли опираться. Далее предстояло углубляться в историю развития самого фехтования. Ведь когда человек, обладая данными о современном взгляде на явление и его прошлое, возникает интервал пустоты. А природа вещей и тут вакуума не терпит. И с этим необходимо работать. В чем очень помогла книга «Философия Юга Италии», которую я написал в одной из научных экспедиций в Калабрию 2019 года. Она стала, пожалуй, главным эвристическим измерителем проникновения в тайну явлений, которые в той или иной степени скрыты от общественности. Явлений, которые ушли в тень. Описанный в книге «Парадокс Бадрияра» мы использовали для того, чтобы понять и каркас, и глубину истории испанского фехтования. Сама концепция «Парадокса Бадрияра» заключается в следующем. Одно и то же явление в разные времена выглядит по-разному. Детальный пример для большего понимания приведу из книги «Философия Юга Италии». Цитата. Ключевым тезисом «Парадокса Бадрияра» является «копия без оригинала» или «симулякр», термин, который сегодня используют более активно. «Симулякр» фактически является основой нашей цивилизации, потому что человечество живет в этом парадоксе постоянно. Да, Жан Бадрияр его выявил и описал, но не смог объяснить, как и почему он возникает. «Научная концепция, которая как система разрешает симуляционный парадокс, мир как совокупность симуляций, с потерей понимания исходного действительного положения вещей и стремления к таковому, позволила определить и исследовать сам оригинал, работать с изначалием, отсекая фантомные копии, что в научной работе, в исследованиях, при работе с первоисточниками крайне важно. Это позволяет не заблуждаться, а видеть объективно, как все обстоит на самом деле, что является истинным, а что ложным. На данном этапе наиболее важно понять, существуют люди, имеющие свой взгляд на некое явление и считают, что оно ими воспринято верно и максимально полно. Но другие люди к этому же явлению относятся иначе, в силу того, что изучали его под другим углом или в другой период. Взгляд третьих отличается от первого и второго. Ну и так далее. Вот как выглядит этот принцип на примере исследования мафии в книге «Философия Юга Италии». Цитата. К примеру, допустим, один эксперт рассматривает мафию в XII веке, не имея представления о совокупной конструкции явления мафии. Другой исследователь рассматривает историю XIX столетия, не имея представления о том, что происходило в другие века. Кто-то изучал мафию XVI века, не располагая пониманием ни о какой другой части этой конструкции. И парадокс Бодрияра заключается в том, что при отсутствии знаний данной конструкции, при непонимании того, что лежит изначально в оригинале, возникает некий фантом, то есть копия без оригинала. Ее также именуют симулякор, что есть копия, не имеющая оригинала в реальности. Конец цитаты. И если рассматривать явление испанского фехтования методом парадокса Бодрияра, то сегодня на юге Италии мы видим полное его отсутствие, даже в измененном виде и даже его отголоски. Испанское фехтование, созданное Иеронима Санчесом де Каранзо, формировавшееся и видоизменявшееся его соотечественниками и учениками, в современной Сицилии в открытом виде не сохранилось. Вопрос. Каким образом на Сицилии возникли школы фехтования, которые мы видим сегодня? Так называемые культурные люди государства Италии поставили задачу людям гражданским возрождать ту самую культуру Сицилии, Калабрии, Компании и так далее. Прошу заметить, речь идет об исключительно итальянских корнях и культуре, отбрасывая в сторону все испанские многовековые связи. Безусловно, желающие поучаствовать в этом прибыльном государственном проекте довольно быстро нашлись. Школы воинских искусств стремительно создавались в различных регионах страны. Позиционируя себя как древние хранители фехтования, мастера начали преподавать совокупность своих знаний, опыта, работы в других направлениях воинских искусств и собственного видения того, как это должно быть. Но я бы обозначила это так. Деньги получать маэстро умеют, а возрождать древнюю культуру государства не умеют. Многие из них являются выходцами из восточных единоборств, что весьма четко прослеживается в подходе преподавания. Другие мастера платят деньги, обосновывая историческую составляющую своих школ через древние трактаты. Часть школ основана на знаниях людей, полученных во время военной службы. Некоторые из них и вовсе придумывают свои боевые системы, не скрывая так называемого авторского подхода. Также многие мастера Юга Италии являются большими приверженцами боевого искусства крафт-мага. И несмотря на то, что крафт-мага официально считается израильской боевой системой, но в рамках проекта «Ни шагу назад» ни один из мастеров данной системы не смог объяснить историю ее происхождения. По еврейской линии, с точки зрения воинских искусств и работы с холодным оружием, мы проводили отдельное исследование. Для нас это был крайне важный блок информации, потому что евреи, проживая в самых разных уголках Земли, оставили свой след и влияние как на литературу, искусство, науку, так и на воинские системы. Поскольку еврейская традиция легла в основу русской криминальной традиции, в результате появилась уникальная система выживания, уникальная система фехтования и ближнего боя, которая по сей день остается загадкой для большинства интересующихся. Подтверждений тому множество. Для примера история. Простой еврейский математик сумел первым получить должность профессора в США и возглавить кафедру в Оксфорде у себя на родине в Британии. А с ножом управляется не хуже, чем закадычный уголовник. Джеймс Джозеф Сильвестр. Его называли Адамом в мире математики. Он придумал матрицу и изобрел десятки терминов, которыми пользуются до сих пор. Пробив стену антисемитизма, Джеймс Джозеф стал первым евреем в Оксфорде и первым еврейским профессором в США. Точная причина скандала, в центре которого оказался Сильвестр, через четыре месяца после прибытия в университет Вирджинии, до сих пор неизвестна. Современники рассказывали о недалеком и вспыльчивом студенте, решившем, что профессор задел его честь, сбил с Джеймса шляпу и ударил по голове. Ученый, недолго думая, выхватил клинок и нанес обидчику удар в грудь. Рана оказалась пустяковой, но Сильвестр быстро собрал вещи и в середине учебного года, сведомо руководство, покинул кампус. Это было прагматичное решение. Британский еврей, пустивший в ход оружие против своего студента, такое в Вирджинии не прощалось. Большинство студентов были южанными плантаторами, воспитанными в атмосфере высокомерия и жестокости. Оружие было частью их образа жизни. Лишь в 1859 году администрации удалось обязать первокурсников сдавать при поступлении свои нож и пистолет на хранение. Все это в случае с Джеймсом накладывалось еще и на антисемитистские и антибританские настроения. Из этого примера видно, что нож для еврейской криминальной традиции – оружие весьма привычное. А также кулачный бой, который можно обозначить как основной вид единоборств среди евреев на протяжении многих веков. Это ярко и убедительно подтверждают одесские рассказы Исаака Бабеля, которые буквально пестрят различными разборками и драками. Полистайте. «Люди и хозяева», – сказал Мендель Крик, чуть слышно и опустил кнут. «Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку». И соскочив с бендюга, старик кинулся к бене и размозжил ему кулаком переноси. Тут подоспел Левка и сделал, что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. Любка Шнэйвейс с кошельком на боку била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха. Он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. «А папаша у вас, бендюжник Мендель Крик, о чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше». Конец цитаты. Можно обозначить нож и кулак, как две основные формы единоборства, которые принадлежат еврейскому народу. А теперь вернемся к боевому искусству крафт-мага, которое позиционируется как еврейская боевая система. И вглядываясь в историю, четко видим, что крафт-мага не имеет еврейских корней. Я бы сказала, что эта система больше похожа на японское боевое искусство джиу-джитсу, которому присущи болевые захваты, броски, нанесение ударов, замах и т.д. Подобные приемы и захваты не присущи европейским боевым искусствам. Почему я это утверждаю? Не потому, что считаю одни воинские системы более эффективными, чем другие. Причина в том, что люди на Земле живут в разных условиях с точки зрения среды обитания и климата, от чего прямо зависит одежда, обмундирование, доспехи и т.д. К примеру, если перед вами противник в деревянной кольчуге, которую носили японцы, бить его кулаком будет совершенно бессмысленно. Вы не сможете травмировать противника. Можно без оружия решить другие задачи. Например, свалить противника на пол или вывести из равновесия, но пробить кольчугу, даже деревянную, будет крайне сложно. Именно на основании подобного анализа боевых систем, я утверждаю, кравмага не присущий европейским континентам и лишь отдаленно напоминает отголоски боевого джиу-джитсу. Я бы даже сказал, что это некий итальянский взгляд на джиу-джитсу. Потому что в Италии и отдельно на Сицилии кравмага весьма популярна в наши дни. Боевое искусство без структуры и законченной системы. Смешанная система японских и итальянских боевых искусств с добавлением приемов работы с ножом. Но еврейская традиция, с точки зрения боевых искусств, кулак и нож, как я уже говорил, это неотъемлемая часть их криминала уже много веков. И учитывая то, что евреи всегда жили не только в Израиле, но и в России, Польше и многих других странах, то и в тюрьмах они оказывались отнюдь не только на своей родине. Жизнь евреев в царской России – вообще отдельная история, которая описана в разножанровой литературе. Это был серьезный геноцид на государственном уровне с ущемлением всех возможных прав и свобод. Причина простая. Евреев всегда считали слишком умными и попросту боялись их полной и тотальной власти. Вот вам отрывок из книги Бориса Акунина серии «История российского государства после тяжелой продолжительной болезни» время Николая II. «На рубеже XX века более половины евреев планеты, примерно 6 миллионов человек, обитали на территории России. По численности это была пятая народность империи после русских, украинцев, поляков и белорусов. Однако евреи были существенно ущемлены в правах. Как писал граф Толстой, либеральный министр просвещения в период после Октябрьского манифеста, «Власть исходит из предпосылки, что она в лице евреев имеет дело с основательно испорченным, преступным и почти неисправимым народом». Конец цитаты. Отдельно в качестве ремарки отметим такую историческую фигуру, как князь Сергей Александрович, которого даже называли «Жидомором». Как упоминает Борис Акунин в книге «После тяжелой продолжительной болезни» время Николая II, «Сергей Александрович настолько преуспел в создании евреям невозможных условий существования, что «Жидомором» его называли небеспочвенно. И он, ряд иных князей и фигур, стоящих у руля власти, создавали евреям самые невыносимые условия, при этом обосновывали политику неизбежной необходимости гнобить евреев весьма научными способами и методами». Цитата. В стараниях спасти русских людей от дурного влияния евреев правительство учредило так называемую «черту оседлости» наследие средневековых гетто, и уидеям дозволялось жить только в специально причисленных польских, литовских, украинских и белорусских губерниях, плюс Бессарабии, причем нигде угодно, а в городах, но не всех, и местечках, но ни в коем случае не в деревнях, чтобы эти страшные люди не портили доверчивых крестьян. Покидать черту оседлости даже временно запрещалось, на это требовалось особое разрешение. Особенным же домором во вгустейшем семействе слыл великий князь Сергей Александрович. В начале его генерал-губернаторства из Москвы административным порядком было издано три четверти проживавших там евреев. Выселили даже знаменитого живописца Левитана, но потом, по милостивому разрешению его высочества, так и быть пустили обратно. Вопросы порой формулировали чрезвычайно критично. После восшествия на престол Александра Третьего государственный курс переменился. Тому было две причины. Первая – личная. Александр Александрович был классическим бытовым антисемитом, уже не религиозного, а совершенно биологического свойства. Он не выносил и евреев, и тех, кто их защищает. В то время российские цари и князья делали все, чтобы евреи жили как можно хуже, и объясняли это крайне взвешенно, юридически, даже по-человечески, почему так правильно. Но царю Александру Третьему была ближе логика другого министра, оберпрокурора Победоносцева. Главный идеолог эпохи обосновывал дискриминацию государственными соображениями. Адвокат Слиасберг, одно время служивший помощником оберпрокурора Святейшего Синода, так объясняет суть Победоносцевской доктрины. Благодаря тысячелетней еврейской культуре евреи представляются элементом более сильным духовно и умственно. При темноте и некультурности русского народа борьба против более сильного в культурном отношении элемента евреев не представляется для него возможной. Для того, чтобы несколько уравнять шанс этой борьбы, является справедливым с точки зрения правительства поставить евреев в худшее правовое положение, при котором слабая способность окружающего населения бороться была бы уравновешена. Конец цитаты. Из данных примеров четко видно, что подобное отношение к евреям в России считалось не только допустимым, но справедливым, единственно правильным. Неудивительно, что при таком положении вещей, длящемся долгие годы, стали появляться так называемые контрсистемы в виде народовольцев и эсеров, которые повсеместно организовывали покушения на чиновников и романовых. Династия русских царей с 1721 года императоров всероссийских. В фильме «Статский советник», снятом по книге Бориса Акунина, очень красочно это продемонстрировано. Фильм начинается убийством ножа министра Храпова, но этому убийству предшествовала целая череда исторических событий. Оно не произошло на ровном месте. Сначала нужно было устроить погром в Гомеле. В этом погроме нужно было посадить в тюрьму Грина, одного из главных героев противостояния, а затем отправить его на каторгу, откуда он сбежал и стал руководителем боевой группы. К слову, чтобы у эсеров стать руководителем БГ, нужно было сильно постараться, то есть убить огромное число людей и только после этого убить министра Храпова. Этот фрагмент показывает, причиной убийства Храпова стал погром в Гомеле, а не желание Грина убить Храпова. Прошу заметить, убийство ножом министра Храпова вот и ножичек появился, замыкая еврейскую криминальную традицию, в основе которой лежит кулак и нож. Отдельно отмечу, для тех, кто по какой-то случайности не в курсе, что значительная часть евреев, находящихся тогда в тюрьмах, были образованными авторитетными людьми, чиновники, как известно, любят взятки, а многие евреи деньги имели и взятки давать умели. Поэтому в тюрьмах им создавали вполне приемлемые условия за те самые взятки. Так что я весьма скептически отношусь к различным историям о том, что декабристы в тюрьмах умирали с голоду. Среди заключенных нередко оказывались первые лица государства, так что содержались они там прилично, в Сибири в том числе. Второй фактор, кроме денег, которым всегда отличались евреи, это, конечно, мозги. Интеллектуальные способности, если выразиться литературно. Ну а поскольку с мозгами все было в порядке, то и с организаторскими способностями проблем особых не возникало. Появлялись организации, банды, шайки и прочие проявления так называемого тюремного братства. Людей этих, как правило, связывали общие интересы в виде большого стремления к справедливости и ее торжеству, к наказанию доступными способами тех, кто незаслуженно лишил их свободы. Именно евреи одними из первых стали грабить банки и кареты государственного казначейства. До этого люди слишком боялись государства и закона, чтобы совершать такие чудовищные против него поступки. Евреи же в составах различных БГ не просто нападали, они убивали людей и высших руководителей государства, бросали в них бомбы, забирали деньги. Не подумайте, пожалуйста, что я сделал такую большую ремарку о еврейском народе просто так. Нашему главному исследованию тема еврейства крайне близка и важна, потому что тесно связана с территорией, которую мы исследуем, юг Италии. К примеру, Калабрия имеет еврейские корни, чему есть множество доказательств. Я сам еврей, а Калабрия за время экспедиции стала для нас практически вторым домом. Я очень много об этом писал в книге Миноза Медленного Действия «Амальгамный метод исследования 2018 года». И кое-что из этого расскажу вам сейчас. Цитата. А какое отношение евреи имеют к Калабрии? Парадокс заключается в том, что евреи как раз считают Калабрию святым местом, и фрукт калабрийский апельсин они тоже почитают особо. Если вы помните, соком калабрийского апельсина напоили и утолили жажду еврейского народа в период величайшей засухи. В Святых Писаниях так и сказано. Во время скитаний по пустыне люди, умирая от жажды, выбрали посланника, ангелы вместе с собой этого посланника посадили на коня и отправились в Калабрию. Там посланник набрал калабрийских апельсинов и соком этих дивных фруктов утолил жажду еврейского народа. С того времени калабрийский апельсин и считается для евреев сакральным. Существует даже традиция ездить в Калабрию на праздник Суккот, чтобы собирать парочку калабрийских апельсинов. Как видите, это не секрет. Более того, факт священности калабрийского апельсина и вообще правдивость калабрийского сюжета в истории еврейского народа нам поведал в том числе один раввин из Украины. Он пояснил даже, почему калабрийский апельсин является священным для еврейского народа. Рэббе нам прямо в синагоге доставал документы и показывал, где это все было написано. И если Христос накормил несколькими хлебами всех голодных, то в данном случае чудо было несколько другое. Один посланник смог утолить жажду всего еврейского народа соком апельсина. Цитата. Вторая, самая старая синагога в Европе располагается в городе Реджо-де-Калабрия, а город этот был основан раввином Ашенезом. А в Никастро есть древний еврейский квартал Джудекка, где и напечатана первая еврейская Библия. Вообще, все евреи убеждены в том, что у них есть тесная связь с Калабрией. И они этого, в общем-то, не скрывают. И каждый, если немного покопается в истории, наверняка обнаружит не один десяток этих странностей. И что еще очень интересно, согласно Торе, эта территория, Калабрия, у евреев, называется Эллинской Италии. Так это или не так, это уже другой разговор. Конец цитаты. А теперь давайте вернемся к теме воинских искусств, фехтования и стиля бокса Каса Дамата, который построил свою систему на основании неполитанского стиля фехтования линий Франческо Вилардита. Как видите, снова появляется основная еврейская модель боевых искусств нож и кулак. Мы могли бы сказать, что бокс Каса Дамата также подпадает под модель еврейской системы, только он прошел ретрансформацию после нескольких веков существования стиля фехтования Вилардита. Соответственно, стиль Вилардита также имеет еврейское происхождение, как и место, в котором он формировался – Калабрия. Сицилия, в отличие от Калабрии, не имеет еврейских корней. И если задаваться вопросом истории боевой клинковой системы этого региона, то одним из основных событий, положивших начало этой эпохи, я бы выделил национально-освободительное восстание Сицилийскую вечерню. Согласно наиболее распространенной версии, восстание началось на Пасху 1282 года в результате случайного события. Когда сицилийцы праздновали Пасху, которая наступила 29 марта на площади около Церкви Святого Духа, появилась группа французов, пожелавших принять участие в празднике. Сицилийцы их встретили очень холодно, но французы все равно настойчиво пытались присоединиться к празднующей толпе. Французы вели себя нагло, считая себя господами положения. Среди французских чиновников был королевский сержант по имени Друе. Он выволок из толпы молодую замужнюю женщину и стал домогаться ее. Этого ее муж никак не мог стерпеть и заколол наглеца ножом. Французы трянулись было мстить за него и неожиданно для себя оказались окруженными толпой разъяренных сицилийцев, вооруженных кинжалами и мечами. После короткой схватки все находившиеся на площади французы были убиты. В этот момент зазвонили к вечерней колокола Церкви Святого Духа и всех остальных церквей. Мы видим, что образование и формирование каждой воинской системы на территории Юга Италии происходило в силу определенных исторических событий и предпосылок, которые в той или иной степени влияли на ретрансформацию этих воинских систем. Среди подобных влияний мы могли бы выделить нормандских рыцарей, вернувшихся из крестовых походов, евреев из Калабрии, а также францисканский религиозный орден, породивший линию фехтования Леонардо Чакио. В течение многих веков воинская система на территории Юга Италии формировалась и видоизменялась так называемым естественным историческим путем. Как это могло выглядеть? Представьте себе людей, которые сконцентрировали знания в военной области, находясь на территории Юга Италии. С этими знаниями в виде воинской системы они в рядах армии Карла V отправились в Испанию для того, чтобы преподать эту систему испанской армии. Затем испанская армия под предводительством Карла V совершила целый ряд завоевательных войн, расширяя границы Испанской империи. За годы этих сражений воинская система очищалась и видоизменялась. Так постепенно сформировалась новая воинская система, которая уже значительно отличалась от того испанского фехтования, которое было на вооружении армии в начале экспансионных войн. Каждый из воинов и командиров, воевавших в испанской армии, привносили свой опыт и практику войны. Среди них мы выделяем Франческо Велардита, Леонардо Чакио и Антонио Матея. Шли годы, завоевывались новые территории, в ряды армии вступали все новые и новые солдаты. Их необходимо было обучать быстро и качественно. Таким образом была разработана не только сама воинская система, но и мощнейшая методика обучения. В итоге неаполитанский стиль испанского фехтования впитал в себя все последние достижения военной науки средних веков и практику сотен сражений. В этом, на мой взгляд, кроется уникальность этой боевой системы. Сноски. Первое. Пираты Моро. Южнофилипинские мусульманские разбойники, сражавшиеся с Испанией в конце XVI века. В результате постоянных войн между Испанией и Моро акватория моря Сулу стала прекрасным местом для пиратства, которое не пресекалось вплоть до начала XX века. Пиратов не следует путать с военно-морскими силами племен Моро или Корсарами, однако большинство пиратов во время войны действовало при поддержке властей. Сноска 2. Книга «Философия Юга Италии». Монографический труд, созданный по результатам Калабрийской экспедиции 2019 года. Юг Италии – удивительный регион, по факту за этот сравнительно небольшой уголок земли сражались практически все мировые державы безостановочно на протяжении трех тысяч лет. Это малая модель мира, поэтому автор книги и выбрал этот регион для разрешения более обширной научной задачи – проникновения в тайну мировой философии эффективности. На страницах книги изложено порядка 16 научных открытий, совершенных академиком Олегом Викторовичем Мальцевым. Читатель не только познакомится с уникальными гранями субкультуры Юга Италия, философии трех организаций, известных как Нрангита, Камора и Мафия, но также и узнает, какие многолетние научные изыскания предшествовали комплексному изучению философии этого региона, как были выведены и применены исследовательские концепции, как то концепция разрешения парадокса Бодрияра, концепция ретрансформации личности преступника, концепция Я-1 и Я-2, концепция символа, концепция фатума и эффективного противостояния любым фатальным поворотам и другое. Сноска 3. Жан Бодрияр Годы жизни 1929-2007 Французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф, преподавал в Ельском университете. Жан Бодрияр считается одним из крупнейших представителей поколения французских мыслителей второй половины XX века. Его первые две социологические работы, система вещей 1968 года и общество потребления 1970 года условно определяются как постмодернистские. Жан Бодрияр считается одним из основоположников философии постмодернизма. Основными темами исследования философа были вопросы соотношения реальности и ее символического отображения, а также механизмы потребления как знаковой системы современного общества. Сноска 4. Краф-мага Контактный бой Разработанная в Израиле военная система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. Система получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами. Официальные данные из Википедии. Сноска 5. История про профессора Джеймса Джозефа Сильвестра написана на основе статьи 1 в Оксфорде издания javish.ru Сноска 6. Народовольцы Участники народной воли революционной террористической организации, возникшей после раскола организаций «Земля и воля» и террористической группы «Свобода или смерть», имевшей основной целью принуждение правительства к демократическим реформам. СССР от аббревиатуры СССР члены следующих политических партий Партия социалистов-революционеров Политическая партия Российской империи и Российской Республики «Партия левых социал-революционеров левые эсеры». Сноска 7. Книга Мина замедленного действия «Амальгамный метод исследования». Данная книга написана вне жанров и канонов современной литературы, ибо метод изложения и одновременно предмет исследования это амальгама, то, что открывает тайны мировой памяти его порядок и силу. Тема исследования Нрангита самая малопонятная, секретная и единовременно одна из мощнейших и богатых организаций мира. Данная книга родилась в Калабрии, к краю обманчивой тишины, на родине Дрангиты. Автор постарался максимально снабдить мину замедленного действия иллюстрациями и фотографиями, чтобы читателю было интересно заглянуть в мир прототипологии, используя амальгамный метод, как некий ключ, ключ познания собственной памяти и собственной судьбы. Ибо без таковых ключей реальность никогда не превратится в действительность. Фотография же, словно замочная скважина, позволит вам попасть в этот мир, проникнуть, ощутить его и даже пережить описанное. Сноска 8. Сицилийская вечерня. Национально-освободительное восстание, поднятое сицилийцами 29 марта 1282 года против власти анжуйской ветви дома Капитингов, завершившееся истреблением или изгнанием французов со всей территории острова Сицилия.